Здравствуйте еще раз всем. Меня зовут Коронева Елена Александровна, я врач-диотолог, врач-наук. Я 8 лет отработала в университете Мечникова. И вот недавно я стала работать в частной клинике, а в Мечникове я работала доцентом на кафедре. В основном занимаюсь лечением ожирения, но хотела вам рассказать о интересном случае в моей практике. И что самое интересное, что это был мой единственный случай, который у меня был бы такой. Ко мне в марте 16-го года обращалась пациентка, с ней 29 лет, она работает медсестрой в стационаре. Ну, жалоба понятна, избыточный вес. С чем уж и обращаются к диетологу. Масса тела 95 кг, 90-173 кг, и главное, что у нее было выпадение волос. Вот этот очаг размером 3 на 3 см, который появился 5 лет назад на фоне работы вакуационной с первомором, фальмадрегидом, фармагином, перекиси подорода, всякие для средств и так далее. Сначала волосы выпали, после использования всяких там сывороток, везотерапии, там, так, она много ходила по трихологам, лечилась, чего-то там стало отрастать, какие-то седые волосы, которые опять продолжали выпадать. И она очень сильно тыкала своими волосами, да, что вот, я еще и волосы, вот, помогите вылечить, помогите найти трихолога, еще что-то. И, ну, я всем разводила руками, трихологов не знаю, с весом будем работать. У нее были сопутствующие заболевания из ПКЛЯ, ей эндокринолог назначал дисфинансиси опоры, это были не мои назначения. У нее были нарушения цикла от реальки, ей эндокринолог назначал крыжиста, она ко мне пришла вот уже с этими назначениями. Были у нее паузи, кисты, левые спочки и хронические цистит в анамнезе, гастрит, гастрит, сапогально-рефлючная болезнь. Вот этот очаг, как он выглядел. Ситые волосы, правильно? Да, да, вот они ситые, они не поддаются краске. То есть, она их даже закрасить не могла, и вот это лоб. То есть, это вот самое место, ну, для женщины это действительно проблема. Вот такие у меня были антифометрические показатели по биоимпедансу. У нее были признаки наличия инсулинорезистентности, и гипертатоз локтей, и папилломы на шее у нее были. У нее были признаки наличия тестостерона, и по анализам у нее-то невысокий тестостерон, но ей трихологи и эндокринологи упорно говорили, что у вас андрогенная аллопеция, что у вас вообще повышенный тестостерон, и вы выглядите как женщина с повышенным тестостероном. Я на нее смотрела и говорила, вы знаете, ну, я, конечно, не эндокринолог, но как бы вы не выглядите как женщина с повышенным тестостероном, да, я-то у вас таких признаков не вижу. Ну, я не буду, конечно, с эндокринологом ссорить, но с этой стороны мы все-таки с ними сдали. Вот это были ее навязы, когда она пришла ко мне тогда, вот я ей назначала, кликированный геноматин 5,67 на фоне двухлетнего приема Сиафора. Вот такой, потому что я сразу, что инсулинорезистентность вылечить только метформином, ну, невозможно, невозможно, в принципе. И что толку, что она два года принимала Сиафор? Я, конечно, не знаю, какой у нее был кликированный два года назад, он, конечно, может быть, был еще выше, но, во всяком случае, он сейчас был вот такой высокий. Глюкозетолерантный тест. Холестерин вообще очень-очень низкий, 3,18 тогда у нее был, высокой плотности, крайне низкий. Холестериды у нее были высокие, они у нее потом остались высокие, я вам покажу, они повысились. Ну, я вот ей с первого дня говорила, сдавайте анализ про дисбактериоз, будем лечить дисбактериоз. Она его до сих пор не сдала. Вот каждый месяц я ей говорю, сдаем дисбактериоз. Все время находят причины, почему его не сдать. Поэтому с либлицеридами пока, вот, как-то не получается бороться, потому что... Так ты раздашь прей пробиотики и не сдавай нам дисбактериоз. А, если у нее там что-то другое снижено, а если там протокенная флора... Ну и что, в любом случае, она тебе не даст минус. Ну, нет, я-то ей назначала пробиотики, как бы я обычно их придумала, от этого попало. Нет, мультидопил, тогда ты увидишь движение холестеридов. Ну, я уже тоже... Это дисбактериоз. Она его упорно не хочет сдавать. Вы не знаете физиологию или не знаете? А профессором может выступать хоть 115 перед вами, каждый из них очень умный и очаровательный. Ориентироваться надо на учебник. Банальный учебник. Ну, во всяком случае, мое мнение, что тут никакой андрогенной аллопеции с повышенным тестостероном нету. Это другие вопросы, почему есть аллопеция? Да. А что аллопеция почему есть? А мы сейчас дальше покажем. Давай дальше. Вот. Значит, перитин был тогда хороший, неплохой. Значит, цепептид, конечно, был жутко низкий, инсулин высоковат. Сдавали микроэлемент иметь цинк, ну, потому что мы все-таки чего-то пытались найти с ее волосами, сдавали бы 12. Ну, что-то она там даже вот... Да, мы сделали микроэлементный анализ волос и пытались что-то там токсическое найти. Вернись рано. Значит, смотрите, дисбактериоз можно не смотреть. Мы 12 классов. Ничего не найдем. Прослабься. Я все-таки хочу... Давайте пробилась. Значит, смотрите, нет, 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 нет. Триглицериды, почему у нее повышены? Потому что у нее гликированный гемоглобин какой? Это компенсаторный. Если она гликирован не снизит, триглицериды не пойдут. Так они вот... Мы снизили ей гликированное, триглицериды у нее еще выше стали. Вот сейчас. Еще и гипо, как говорится, есть. Тут ты... Так мы нормализовали ей щитовидку. Давай-давай-давай дальше. Значит, это мы сдали микроэлементный анализ волос. Ничего. Ну, вот я не стала писать все 40. Я просто показала, что вот эти 4 вышли из референции, ну, как бы, да, а в тайное вроде ничего. Вот. Ну, соответственно, ожирение первой степени, сопутствующие по краям нарушения цикла. Ну-ка, промо. Что я не сделала? Ну, так как я диетолог, я, конечно, работаю с индивидуальными меню. Да. У меня все рассчитано, посчитано. У меня четко идет, мы едим вот такой продукт в таком количестве, вот в это время и так далее. Вот была Эльдия Дивета и были препараты для анализации обмена веществ. Вот такие вот. Почему были вот эти вот? Потому что это было по волосам. И так как в волосах был дефицит, то, соответственно, как бы вот это все было назначено, чтобы выровнять этот дефицит волосам. Да, да, ванная парень. Чтоб расписала рацион, да? Вот мои пациенты, они привыкли к такому списку. На самом деле, у моих вопросов не возникает. Да, я всегда начинаю, что с чем надо. И меньше этого списка у меня, конечно, не бывает никогда. Бывает больше. Сколько у тебя бывает максимальное количество? Ну, 15. 15. У меня до 40 выходит. Поэтому, в принципе, догоняй. Хорошо. То есть не бойтесь больших количеств препаратов. То, что он пьет, то, что Борис Михайлович, это он, в принципе, стремается это пить. Я так пью до 70 таблеток. Ну, я стремался, стремался. И теперь уже рванул. Соответственно, что мы сделали? За 4,5 месяца минус 25 килограмм. Шикарно. Мастеральный год стал 2. Индекс массы тела 23. Вот год она держит эти показатели. Вот с июля того года, по июля того года никаких диет сейчас она не соблюдает. Сейчас покажу. Значит, что было дальше? Дальше я стала ходить на лекции. И я добила эту пациенту. Я ей позвонила. Я ей сказала, все, давайте лечите аллопецию. Все. Я готова. Я вас дам, давайте лечите аллопецию. Многоество, да. Да. Почему? Потому что у меня реально есть такие пациенты, которые вот сидят и плачут горючими слезами, что вот у меня выпали волосы, вот помогите, вылечите меня. А я говорю, ну я же диетолог, как я вам могу лопецию вылечить? И вот я ей все-таки позвонила, говорю, что я ничего не обещаю, но вот давайте сдавать, давайте пробовать, и мы будем смотреть. Вот что мы с ней сдали. Это вот мы с ней сдали апрель 14, да, это вот было у нас апрель 16, вот мы сдали июль 17. Вот он гликированный, 4,86. Глюкоза 4,44. Холестерин, вот он, ну подрос. Подрос уже, холестерин, во всяком случае, не жутко низкий. Высокой плотности мы все-таки, ну, повысили. Но она постоянно пьет омегу, на самом деле. Причем у меня омегу пьет бешеную. А вы не смотрели я омега индекс? Ну, она 5,5 тысяч стоит. Она, знаете, она и догласила 20. Это, 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 но не 5,000. Ну, во всяком случае, 2 по 2, 2 по 2, вот. Какую, какую, 950. Ну, нормально. Это была совершенно другая цифра. Вот, ну, вот триглицериды, вот они, вот они выше. Не всегда они. Они, если идет динамика хотя бы вверх, это вы уже успех, уже пошла. Триглицериды у нас 1,2, 1,41. Ну, в принципе, у нас липидограмма как была, плохой. Да, так она получше стала. Ну, получше, правильно. То есть, за счет того, что у тебя липиды высокой плотности не поднимаются так, как хотелось бы, и организм за счет триглицеридов пытается, что это, компенсировать. Тем более, у нее гинекология все равно, что делает, цветет и пахнет при любых условиях. Понимаете, в чем? Если есть очаговый лопицерид, есть аутоиммунный процесс. Организм бросает в кардии. Сейчас покажу. Покажу. Значит, вот мы сделали щитовидку 1,8, 3, свободный Т4, а вот он 16. Ну, антитела, вот щитовидка, вот они опять никакие. Ну, да. Значит, вот они ФСГ, вот эти все. Вот истерон, ну, примерно такой же, но это все, но это все, но это все, но лучше. Да, да. Эстрадиол. При этом это без препаратов. Прекрасно. 109 все-таки хороший. Ну, я бы там, проглотим все равно потом с какао. Он был 600, и сейчас у нее там, то есть, делать бы лучше. Конечно. Ну, он лучше от 7, неплохой все равно. Да не мы, витамин. А сколько она весит, ее вес? Сейчас? Вот так вот. Ну, так вот, 69 у нее минимальное должно быть верить. Минимум. Выше 60. Давайте так скажем. То есть, нужно железо здесь давать. Даем железо или нет? Обязательно. Даем. Гипоксия тут связана с этим. Витамина, да и вы маленькую тоже ей даете. 10 тысяч, а не ее мало. Ну, правда, для нее. Смотрите-ка. Ну, где сейчас я иду и петь. Вот что? Это мало со всем. Это мало. Это мало. Наши видео не мало. 10-10. Протокол Хаима Радис Казаре. Мы получаем при нормальном солнце. При открытых участках тела. Не, понятно. И я 10-10. Ну, понятно. Это книжка поэты, которая сделала Эйна Евгеньевна Созерская. Но все-таки у нее было 46. Никакая. 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 Нулевая. Мы не смотрим на профессорог. Мы читаем бенхимию. Правильно. И там 35 тысяч ежедневно. Понимаете? И это небольшой. Правильно. Там же есть еще и 100 тысяч тоже. Но это проломбировано. И если смысл нет повышать дозу, мы пробовали, смотрели. Мы же не критикуем дозу. Поэтому смысл зачем? А анализируем то, что там написано. Просто еще и витамин Д дозировать-то сложно. Не дашь по 15 капель даешь. Ну, стоим по 30 капель давать. А мы не даем в капель. Это уже другой. Все, все, все. Нормально. Даем. Контролируем. А цепь в те кто-то получше. Не, получше он хорошо. Очень хороший динамик. А инфилит поменьше. Все нормально. Мы ее спасаем. Мочевая вот такая. Креатинин. Вот она мочевина и общий белок. Никакой. Железа нет, белка нет. Уголопадный низкий. Белка нет, железа нет. И с бутерями идет на таком. Конечно, на таком белке. У него 80 должно быть, как минимум. То есть она мышечную массу что? Теряло. Растеряла. Она потеряла 7 килограмм мышц. Это очень плохо. Потеряла. То есть она худела за счет мышечной массы. Ну 25 она потеряла. Не имеет значения. Если идет мышц, то есть нарушение блокады. Понятно, но она не только мышцы не похудела. Она жиром тоже похудела. Так вот это еще один показатель, что нехватка витамина D идет. Ну понятно, но его не повысишь вот так вот за один день витамина D. Нет, все нормально. Это фероноплазмин. Смотрите, смотрите, что дальше. Не про это. Уже, блин. Спать ворота. КФК низкий. Сейчас, показатель, ГГТ низкий. Вот, что ей было назначено. Ну, молодец. Пробиотики бы еще. Я же жду йодис бактериоза. Не жди. Не надо ждать. Ну, я ей давала не пьет йод. Я ей просто флористин давала. Ну, флористин, да, шланг-то. А зачем йод здесь? Эльцероксин она пьет. Зачем ей йод? Она не пьет цероксин. Элькарнитин это. Нет, цероксина у нее и не было. А не было? Просто так ты так упал, что ли? У нее там сирен был. А-а. Сирен, сирен. А тогда йод, да. Тогда бы йод я назначила. Там сирен. Я чуть пропустила, Флористин. Я вытраняю, а не его венчик. Ну, а мне бы четыре капсулы уже. Они и две четыре капсулы. А мне бы у вас, конечно, по капсулам два раза в день. Траняя, трое. Ну, это сейчас. Боль, что мы получили, ну, это буквально вот два месяца. Объясню, почему такой белок. Да, я написала там аминокислоты Салгар, но я скажу, что первый месяц мы капали аминоплазмаль каждый день. Мы капали аминоплазмаль. Это что-то наработать в стационаре. Ну, было и... Есть это возможность, я бы сказала, что давайте капать. Давайте капать. Никак. А, вот, через 8. А какой ты делаешь? Аминоплазмаль уже поднялась. Ну, там аминоплазмаль уже подбирается, там по весу. Ну, так я хочу спросить, как подпадет. Реанимация, его реминтону. Ну, и аминоплазмаль расскажет. Ну, уууу. О, кортизол. Так и сколько они там? Значит, смотрите. Ну, первый месяц мы капали. То есть, она так прокапала 78,5, потому что то, что получается по витамину B12 колем, растет раз. Как только перестаем колоть, сразу обвал. Поэтому только ПРОС, ПРОС, ПРОС. И поэтому здесь их нужно, как говорится, держать на аминокислотах ПРОС, и все время она продолжает, потому что шатать будет. Потому что все равно синтез собственного белка, это просто мы насытили, это не запустили, потому что тогда бы мочевина должна была бы подняться до 5-6. Пятнадцать. Ну, по всякому случае, получше стала кривка, получше щелочная. И показываю. М-м-м-м.